МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О том, почему мобильные страховые пункты решили убрать с остановки Третья рабочая, подробно расскажу я, Анна Бережная. Кто поможет открыть свое дело? О своих покровителях рассказали владивостокские бизнесмены. Где взять деньги на свое дело, если ты безработный? Расскажу я, Ирина Мокрецова. Дорога в Сколково. Медицинские разработки четверокурсника ДВФУ могут претендовать на гранты и инвесторов. У меня три вида задач. Первая – это поиск инновационных проектов с Дальнего Востока. А еще расскажем, как сильнейшие бойцы Приморья по ММА сразились за титулы чемпионов. И что связывает волейбольный клуб «Приморочка» с дальневосточным леопардом. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. В Приморье задержали помогайку контрабандиста. Безработный гражданин Китая пытался вывезти из России запасные части к военной технике, сообщает Пресс-служба дальневосточной оперативной таможни. Возвращаясь на родину на международном автобусе, он согласился выполнить заказ своего соотечественника и привезти для него из России посылку с различными запчастями за некоторое вознаграждение. Но план реализовать не удалось. Не задекларированный сопровождаемый багаж китайского гражданина заинтересовал таможенников, когда он проходил контроль товаров на таможенном посту Уссурийской таможни в Полтавке. Естественно, никаких разрешительных коммерческих и таможенных документов на вывозимый товар у иностранца не было. Поэтому подозрительный багаж был изъят и отправлен на экспертизу. Согласно заключению специалиста в области военной техники, часть предметов действительно являются запасными частями, предназначенными для оснащения вооружения и военной техники. И перемещение таких предметов осуществляется исключительно по специальным лицензиям и только российскими организациями, имеющими право на осуществление внешнеторговой деятельности в отношении продукции военного назначения. В Дальневосточной оперативной таможне в отношении гражданина Китая возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 примечания 1 Уголовного кодекса контрабанда материалов и оборудования, которые могут быть использованы для создания вооружения и военной техники. Максимальная санкция данной статьи – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом до миллиона рублей. А вот кого карательные санкции уже коснулись, так это автостраховщиков, которые несколько лет держали павильоны в районе Кольца Третьей рабочей. Уж для кого, а для них утро вторника добрым уж точно не назовешь. Почему, расскажет моя коллега Анна Бережная. Сотрудники полиции, эвакуаторы, снос павильонов с вывесками ОСАГО. Такую картину наблюдали сегодня горожане в районе Кольца Третьей рабочей. Нарушение земельного законодательства – таков вердикт специалистов администрации города. С незаконных мест пункты автострахования совершенно законно демонтировали по многочисленным жалобам и просьбам жителей района. Нарушение земельного законодательства администрации города были проведены соответствующие проверки и в рамках данных проверок были выявлены самовольные объекты. Мы предложили лицам, которые нарушают земельное законодательство в добровольном порядке, устранить данные нарушения, однако они на это никак не отреагировали. Сами владельцы пунктов страхования сносиженных мест уйти не захотели. Видимо, рассчитывали на русский авось. Но не тут-то было. Все соответствующие документы специалисты направили в созданную при городской администрации комиссию, где объекты также признали самовольными. В результате – демонтаж. Данный рейд происходит здесь уже во второй раз. И, конечно, если владельцы вновь незаконно вернут сюда свои павильоны, то они не застрахованы от подобного мероприятия и в третий. Спуская привычных, но незаконных мест, павильоны отвозят прямиком на штрафстоянку по адресу Добровольского, 20. Там они пробудут до тех пор, пока их владельцы не захотят их забрать. Для этого собственникам необходимо будет предоставить документы и оплатить штраф за расходы по демонтажу, который пока произвели за счет городского бюджета. До начала рейда здесь находились 15 объектов. Но часть из них – это те, чьи пункты страхования размещаются в автомобилях, с привычных мест работы скрылись. Причем некоторые просто отъехали к ближайшим домам и наблюдали оттуда за происходящим. В итоге под демонтаж попали 11 павильонов. Муниципальная земля, на которой они находились, является частью дороги. Анна Бережная, Игорь Болтов, Новости на Восьмом. Владельцы шоу-румов и мелких торговых точек могут понести убытки. Популярная торговая интернет-площадка «Алиэкспресс» изменила условия доставки товаров в Россию. 7 февраля площадка отменяет бесплатную доставку для товаров стоимостью дешевле 2 долларов. Кроме того, продавцы больше не будут отправлять посылки с неотслеживаемым треком-номером. По мнению руководства компании, такие меры позволят побороть участившиеся случаи потерь неотслеживаемых отправлений. К слову, теме малого бизнеса сегодня посвящено и наше зрительское голосование. С одной стороны, многие эксперты считают, что сегодня вполне благоприятные условия, чтобы открыть свое дело. Но на практике начинающие бизнесмены часто сталкиваются с неожиданными для самих себя трудностями, среди которых, кстати, и самоконтроль и дисциплина. Поэтому мы решили спросить наших телезрителей, а вы готовы сегодня открыть свое дело? Если вы считаете, что свой бизнес – это не фантастика, и что только предприниматели живут хорошо и интересно, а в голове у вас уже зародился и собственный бизнес-план, звоните 249-88-06. Если же вы считаете, что свое прибыльное дело нынче открыть невозможно, набирайте 249-88-07. Итоги онлайн-опроса подведем в конце выпуска, а пока от теории перейдем, что называется, к практике. Безработица – не приговор. Не смог найти деятельность или работодателя по душе – открой свое дело. Приморские центры занятости предлагают единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса. Благодаря этому в прошлом году 285 безработных нашего региона стали индивидуальными предпринимателями. «Как начать, если нет денег? И какие проекты сегодня востребованы в Приморье?» – узнавала Ирина Мокрецова. В сентябре прошлого года Анна открыла необычный для Приморья бизнес. Стала сама делать экологическую обувь из природных материалов. Идею привезла из Индонезии. Собственно, там и начинала стартап. В ней используется хлопок, а также ранее мы использовали ананасовая ткань и банановая. Это у нас разновидность ананасовой ткани, батиком. То есть все это вручную расписывается и делается такой уникальный рисунок. Своё дело во Владивостоке Анне помог открыть центр занятости. По федеральной программе они оказывают единовременную финансовую помощь безработному населению, если человек решает стать предпринимателем. Размер такой поддержки составляет 58 800 рублей, если говорить о 2017 годе. Рассчитаны деньги краевого бюджета в сумме примерно на 300 человек. И любой может претендовать на выплаты. Для этого нужно обратиться в центр занятости по прописке. Правда, сначала потребуется получить статус безработного. Затем пройти бесплатные курсы предпринимателя, разработать свой бизнес-проект и уже потом претендовать на финансовую помощь. Учёба длится два месяца, а проект рассматривают в течение двух недель. Комиссию принимают на рассмотрение бизнес-планы, представленные гражданами. Комиссия у нас проходит каждую среду. Подобной услугой воспользовалась и Инна Машнина. В центр занятости пришла после сокращения. Своё дело открывать даже не планировала. А потом прошла обучение, написала проект, его одобрили. И в августе 2016 года девушка открыла центр изучения иностранных языков. На данном этапе прибыли как таковой нет, но тем не менее нет и минуса. Правда, есть одна оговорка. Как бы ни шли дела у начинающего предпринимателя, он обязан хотя бы год продолжать свою деятельность. Иначе придётся вернуть 58 тысяч. Но, по словам сотрудников центра, более 80% так называемых безработных бизнесменов Приморья ведут свои дела уже более трёх лет. По статистике Приморского центра занятости в нашем регионе чаще всего своё дело открывают женщины. Выбирают различные сферы услуг с наименьшим количеством затрат. Мужчины предпочитают открывать автомастерские. Вдобавок распространён сельскохозяйственный бизнес в глубинках Приморья. К слову, в 2016 году свой бизнес начали около 300 безработных жителей Приморья. Ирина Мокрецова, Станислав Лазебный, Дмитрий Сухоруков, Андрей Макаров. Новости на Восьмом. Дело Андрея Поплавского просят вернуть прокурору для доследования. Его защитники нашли ряд несоответствий в тексте обвинительного заключения, пишет Примамедия. Напомним, по версии следствия, подозреваемый при пособничестве генерального директора НПО «Мостовик» Олега Шишова и генерального директора ЗАО «Кассандра» Александра Косиченко растратил денежные средства на сумму более миллиарда рублей, выделенные на строительство Приморского океанариума. Кроме того, Поплавский якобы получил коммерческий подкуп в 145 миллионов рублей за приёмку выполняемых генеральными подрядчиками работ, их оплату, а также дальнейшее их финансирование. Сам Поплавский вину в совершении указанных преступлений не признаёт. Что касается несоответствий, выявленных адвокатами, то на стадии предварительного следствия так и не были установлены время, место и даже способ совершения преступления. Кроме того, не доказан характер и размер нанесённого ущерба. Необходимая судебно-бухгалтерская экспертиза до сих пор не назначена. Сумма похищенных денежных средств, как следует из материалов дела, является предположением, основанным на субъективной оценке сотрудников подрядных организаций, то есть лиц, не обладающих специальными познаниями в области бухгалтерских расчётов, а также не осуществлявших контроль и учёт за расходованием денежных средств. Говорится в ходатайстве адвоката Александра Графа. Кроме того, адвокат Александр Граф считает, что уголовное преследование в отношении Поплавского незаконно, ведь основанием для него послужил рапорт, а УПК РФ предусматривает иной порядок. Между тем, рассмотрение данного ходатайства назначено на 15 февраля. Сейчас идём на короткую рекламу, сразу после которой. Генеральный партнёр выпуска – сеть мебельных гипермаркетов «Азбука мебели». Нужен шкаф в квартиру? Покупку в феврале планируй. Весь февраль в магазинах «Азбука мебели». Скидки на все шкафы до 40%. «Азбука мебели». «Азбука мебели». Хотите дышать чистым воздухом и создать комфортный климат в доме зимой? Мойка воздуха «Веникс» избавит вашу квартиру от пыли и вирусов, а также поддержит благоприятный уровень влажности в доме. Спрашивайте в магазинах «Корел». Настоящая Корея. Слышите? Она пожирает ваш автомобиль. Каждый день. Остановите коррозию. Кузовной центр «Алеон Антикор». Антикоррозийная обработка авто шведскими препаратами «Меркосол» и «Ноксудол». «Алеон Антикор». 2090-200. Фракционное лазерное омоложение на новейшем СО2 лазере. Устраняет морщины, подтягивает кожу, улучшает ее структуру и цвет. Центр лазерной косметологии «ТИС». Банка. Хранить в ней деньги было можно, но приумножить сложно. Время идет. Доходность растет. Кредитный потребительский кооператив «Тихоокеанский сберегательный». Ваши сбережения застрахованы. Народная больница в городе Суйфингхе. Традиционная китайская медицина, старинные варианты лечения. Массаж, акупунктура, траволечение. Тысячелетний опыт врачевания. Народная больница в Суйфингхе. Забота о каждом в лучших традициях Поднебесной. Подробности на сайте visitchina.ru Внимание! Во Владивостоке такого еще не было. Восьмой канал и свадебная студия Ксении Марченко организует свадьбу под ключ двум парам в программе «Девять с половиной месяцев». Следите за жизнью героев проекта, и вы сможете узнать все тонкости подготовки к знаменательному событию. Партнер проекта «Девять с половиной месяцев» Туристическое бюро Гуама. Категория 16+. Идеальная свадьба не должна быть мечтой. Это событие, которое обязано случиться и быть незабываемым. Тут возникает вопрос, обязан ли свадьба быть шаблонной. Нет. Свадьба – это лучший день жениха и невесты. Свадьба в целом, как и каждый из ее этапов, пройдет лишь раз, и повернуть день вспять не получится. Поэтому свадьба должна следовать идеальному плану. А мы сделаем вождение. Не забываем. Сегодня с вами я, Инна Щедрова. Мы продолжаем далее выпуски. Расскажем, какие медицинские разработки привели четверокурсника ДВФУ в Сколково. И что связывает волейбольный клуб «Приморочка» с дальневосточным «Леопардом». А также подведем итоги зрительского голосования. Напомню, нам интересно, а вы готовы сегодня открыть свое дело? Владивостокская школа «Управдом» приглашает горожан на первое в этом году занятие. Пройдет оно в эту среду, 8 февраля, в актовом зале администрации города. На занятии будут рассмотрены две темы о работе муниципального унитарного предприятия, расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока и общедомовые нужды в плату за содержание жилого помещения в части оплаты коммунальных ресурсов, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме. Приглашаются все желающие, начало в 18.30, вход свободный. В общем, управлять делами жителей многоквартирного дома – целая наука. А сегодня мы обсуждаем управление собственным бизнесом во Владивостоке. Приморская столица и своим географическим расположением и нынешним статусом диктуют стиль горожан. Многие уверены, что в таком городе очень интересно и выгодно иметь собственное дело. Вспомнить хотя бы целые династии в автобизнесе. Сегодняшний материал моих коллег доказал – открыть свое дело в городе возможно, хотя к трудностям нужно быть, конечно, готовым. Насколько готовы жители Владивостока – именно этот вопрос волнует нас на этот раз. Если вы готовы в нынешних обстоятельствах открыть свое дело – для вас номер 249-88-06. Если же уверенности в своих предпринимательских способностях у вас нет – для вас номер 249-88-07. Итоги онлайн-опроса по традиции подведем в конце выпуска. А пока посмотрим, что об этом думают горожане, которых наши корреспонденты опросили на улицах Владивостока. Готовы ли вы открыть свое дело? У нас во Владивостоке? Никогда. Почему? А как? Государство задавит его просто. Нет. А почему? Да уже возраст не тот. Нет. Почему? Ну, наверное, для того, чтобы открыть свое дело, нужен стартовый капитал. О, нет. А почему? Ну, во-первых, и денег нету на дело открыть. Во-вторых, уже и возраст не тот. Нет. Почему? Денег нет. Нет, наверное. Почему? Я простой инженер будущий. Не готов. Возраст не тот и денег нет уже. Тех, от которых можно было рассчитывать. А раньше были готовы? Раньше я был директором предприятия. Студент из Владивостока занял призовые места на всероссийском стартап-конкурсе в Хабаровске. Медицинские разработки четверокурсника ДВФУ, созданные совместно с Дальневосточным научным центром физиологии и патологии дыхания. Получили высокие оценки и право быть представленными в Сколково, где автор сможет побороться за гранты и найти инвесторов. Евгений Перельман – молодой изобретатель. Студент совместно с отцом уже несколько лет работает над двумя проектами в области медицины. Первый направлен на лечение астматика, второй – на контроль дыхания и биения сердца. Разработки оценили представителя фонда Сколково. В этом году на Russian Startup Tour 2017 Перельману присудили два вторых места. Дальше – поездка в Москву. Проекты с тех пор, конечно, продвинулись. Мы сделали определенные исследования. И фонд Сколково, конечно, играет очень большую роль в этом. Особенно дальневосточные представители Сколково, потому что все его члены, они помогают нам с документацией, они помогают нам с идеями, они помогают нам с общениями с представителями уже всероссийского Сколково. На Дальнем Востоке Сколково работает полтора года. Дальневосточное представительство стало первым и пока единственным инновационным центром регионального уровня. На днях офис откроется в ДВФУ. В начале февраля университет и фонд Сколково заключили соглашение о сотрудничестве в перспективе создания инновационной площадки и распространения территорий центра Сколково в пределах кампуса. Это будет означать, что инновационные компании смогут, зарегистрировавшись на этой площадке, получать освобождение от налога на прибыль, вдвое сниженную ставку страховых взносов, возмещать пошлину на ввоз таможенного оборудования, в общем, получать целую массу преференций, которая позволяет стартапам пройти долину смерти. То есть вот тот отрезок, когда они еще прибыль не начали большую получать, но расходов уже очень много. В поисках молодых инноваторов сотрудники фонда Сколково путешествуют по всей России, в том числе по странам СНГ. На сегодняшний день с Дальнего Востока 33 резидента. 18 из них – приморцы. Проекты участников совершенно из разных областей. Один из них – это разработка навигационного оборудования, которое помогает строить и оптимизировать маршрут и движение судов. От создания самой идеи до наращивания научного потенциала у Екатерины Соколова ушло пять лет. В бизнес проект вылился после вступления в Сколково. Сколково в том числе нам помогало правильно ориентироваться в менеджментном управлении поэтапно, каким образом мы должны строить свои взаимоотношения с рынком. Это менстерство, это какие-то советы по поводу того, каким должен быть продукт, на какой рынок мы должны выходить. Кроме этого, Соколково оказывает грантовую поддержку, занимается привлечением инвесторов, помогает в оформлении патентов и многое другое. Цель одна – увеличение прибыли и расширение бизнеса. Вот эта удаленность, которая есть у Владивостока от Москвы, как считается, это огромная перспектива, это огромное преимущество. Люди, которые находятся в Владивостоке, они из-за этой удаленности испытывают некоторое желание ее преодолеть и, что называется, захватить мир. Вот такие очень активные и стойкие люди, они здесь не редкость. Привлечь новых резидентов в Дальневосточное Сколково собирается уже в ближайшее время. На 2017 год запланировано три крупных события. Школа открытых университетов для молодых инноваторов, патентная школа и стартап «Виллоч». Мероприятие, которое должно заинтересовать инвесторов из всех азиатских стран. Валерия Белоус, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Ветераны Владивостока продолжают проводить для школьников уроки мужества. Занятия по патриотическому воспитанию подрастающего поколения приурочены к предстоящему Дню Защитника Отечества. Один из последних таких уроков прошел накануне в школе номер 83. На встречу с ветеранами пришли учащиеся 3, 4 и 11 классов. О любви к родине, военном времени и подвигах героев рассказали заместитель председателя Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города Владимир Макаров и ветеран вооруженных сил Российской Федерации Василий Иванов. Школьники, в свою очередь, выступили перед ветеранами с творческими номерами, а также рассказали стихотворения о родине и защитниках Отечества. Напомним, что в этом году городской совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов празднует свой 30-летний юбилей. Торжественное мероприятие, приуроченное к этой дате, пройдет 1 марта в Доме офицера флота. А информационное агентство «Приморье-24» ищет идеальную пару. Романтический фотоконкурс объявили для всех желающих. Чтобы принять участие, необходимо отправить фотографию, где вы изображены со своим любимым человеком, на электронный адрес infosobakoprimorje24.ru. В теме письма необходимо сделать пометку «Идеальная пара». При этом, если у вас пока нет фотографий с вашим любимым, вы можете просто прислать снимок или открытку с признанием в любви к этому человеку. Заявки на участие вместе с фотографиями принимаются вплоть до самого Дня Святого Валентина, а именно до 14 февраля. Победит та пара, которая наберет наибольшее количество голосов до 14 февраля. На текущий момент у нас уже 15 участников, и мы надеемся увидеть гораздо больше. Присылайте свои фотографии, и, возможно, вы станете победителем. И к новостям спорта. Конкурс объявил и Национальный парк «Земля леопарда». Болельщикам волейбольного клуба «Приморочка» предложили выбрать имя леопарду, ставшему талисманом команды. Речь идет о пятнистой хищнице «Лео-73ф». Принять участие в выборе имени редчайшей крупной кошки планеты может каждый. По мнению организаторов конкурса, дальневосточный леопард имеет много общего со спортсменками «Приморочки». Легко сможет допрыгнуть до волейбольной сетки, ведь и кошки – рекордсмены по прыжкам в высоту. С места леопард может прыгнуть вверх до 5 метров. Кроме того, у этих хищников молниеносная реакция, а еще они способны разгоняться до 60 км в час и обладают острым зрением. В общем, идеальный талисман для единственной профессиональной женской команды в «Приморье». При этом и у «Лео-73ф» и у существующего кукольного талисмана «Приморочки» будет одно имя на двоих. Голосование по выбору имени продлится до 10 февраля. Предложить свой вариант можно в социальных сетях, в комментариях к специальным записям в «Контакте», «Твиттере» и «Инстаграме». Либо на официальном сайте волейбольного клуба. А сильнейшие бойцы «Приморья» по ММА сразились за титулы чемпионов. Юбилейный пятый чемпионат края по смешанному боевому единоборству собрал более 70 спортсменов со всех регионов «Приморья». Как новички, так и профессионалы в течение почти 10 часов выясняли, кто достоин представлять краевую сборную. О том, как прошли первые в этом году крупные соревнования по ММА, расскажет Максим Яковлев. После проведения во Владивостоке Суперкубка России по ММА произошел настоящий бум. И в клубы края пришло много новичков, желающих освоить этот популярный сегодня вид спорта. Первой возможностью проявить себя в наступившем году стали чемпионаты первенства края по ММА. Ею, к слову, решили воспользоваться 75 бойцов со всего «Приморья». С Уссурийска 23 человека, с Находки 20. То есть ребята очень сильно подтянулись. Видно, что тоже там залы. Они, во-первых, залы подкрывали, там у себя клубы хорошие. И у Уссурийска открылся, и в Находке открылся, и руководители открывают. Так что популяризация идет, и это радует, что противостояние будет не только один Владивосток, что еще другие города крупные будут. Также показывают результаты. Чемпионат в этом году уже пятый по счету. Первенство – третье. Традиционно на ринге сходятся самые разноплановые бойцы. Это и новички, и представители других единоборств, и профессионалы с огромным опытом за плечами. Попасть в сборную хотят все, но получат такую возможность только первые и вторые места. То есть всего 16 спортсменов. Боевой день оказался насыщенным. В течение 10 часов зрители могли видеть и быстрые технические нокауты, и долгие схватки, исход которых было невозможно предугадать. Бой хорошо провел в своей манере. Дрался с неплохим бойцом. Один удар заставил меня понервничать коленом в грудь. Взбил мне дыхание. Но я смог восстановиться. Я одержал уверенную победу. В финале проиграл. Так получилось. Физики не хватило немного. В целом-то всего хватило. А так, я думаю, на следующий год еще 16-17 попроще будет. Вот уже как бы опыта наберу и за год этот. Ну, а так в целом, я впечатлен, особо не расстроен. Результаты же чемпионата можно описать одним примером. Еще на предварительных боях на ринге встретились выступающие среди профессионалов Григорий Сиренко и Сергей Любимов из клуба «Гладиатор». Победу единогласным решением судей одержал последний, тем самым выйдя на одноклубника Абдулуза и Пулаева. Но встреча между ними так и не состоялась. Представители одной команды пошли на принцип. Подобная ситуация сложилась в большинстве категорий. Выступил хорошо, доволен собой. Продышался нормально, поработал. А в финале, с товарищем в финале разделили первое-второе место, как и в прошлом году. Так что дружба на первом месте, не стали биться. Будем готовиться на Дальний Восток. Время есть. Можно отметить, что хорошо выступают спортсмены с клуба «Гладиатор». В принципе, это закономерно. Они задают импульс в городе Владивостоке. И спортсмены с этого клуба всегда достойно выступают. Таким образом, почти во всех весовых категориях в честь нашего края на чемпионате ДФО будут защищать представители знаменитого клуба из Владивостока и Уссурийска. Стоит отметить, что приморская сборная уже четырежды завоевывала командное золото окружного старта, ни разу не отдав пальму первенства спортсменам из других регионов. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях в Владивостоке. Вы здесь точно не стояли. Кольцо «Третье рабочее» освободили от незаконно установленных павильонов автостраховщиков. В итоге 11 снесенных торговых точек. Не смог найти деятельность или работодателя по душе? Открой свое дело. Приморские центры занятости предлагают единовременную финансовую помощь на открытие бизнеса. В Приморье задержали помогайку контрабандиста. Безработный гражданин Китая по просьбе своего товарища пытался вывести из России запасные части к военной технике. Медицинские разработки четверокурсника ДВФУ, созданные совместно с Дальневосточным научным центром физиологии и патологии дыхания, получили высокие оценки и право быть представленными в Сколково. Сильнейшие бойцы Приморья по ММА сразились за титулы чемпионов. Юбилейный пятый чемпионат края по смешанному боевому единоборству собрал более 70 спортсменов со всех регионов Приморья. И подведем итоги зрительского голосования. Напомню, мы спросили, а вы готовы сегодня открыть свое дело? И сейчас пришло время подвести итоги. Результаты онлайн-опроса уже на ваших экранах. Своё дело, с одной стороны, это свобода, но с другой немало обязательств и условий, прежде всего по отношению к самому предпринимателю. Поэтому сначала все же лучше все взвесить за и против. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там вы можете найти все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Или звоните номер редакции 249-88-12. И уже завтра вы станете авторами новостей. Есть о чем рассказать городу. Мы поможем в восьмой канал. Главное – Владивосток. А напоследок предлагаю заглянуть к юбилярам. Приморскому сафари-парку исполнилось 10 лет. Кто-кто в парке жил и живет, смотрим без комментариев. На этом у меня все сразу после прогноз погоды. С вами была я, Инна Щедрова. Увидимся на восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok